Время новостей. О самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире, сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день. Президент Украины прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Владимир Зеленский намерен ознакомиться с оперативной обстановкой на административной границе с оккупированным Крымом. А также планируется совещание по ситуации с безопасностью на оккупированном полуострове в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях. Кластеры, предложенные Францией и Германией, могут превратиться в дорожную карту по выполнению минских договоренностей. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Лига.нет. Он отметил, что предложенные кластеры — это логически расставленные шаги, начиная от первоначальных по безопасности, связанных с разминированием и разведением сил и средств вплоть до проведения местных выборов. Мы искренне хотим добиться мира, вернуть наши земли и людей. Мы не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами. У нас чистые помыслы и желания. У нас нет ничего выше, чем интересы нашего государства. И в этом сила нашей позиции. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест на объявление 26 апреля персоной Нонграта сотрудника посольства Украины в Москве. Украинское деппедовство считает это продолжением антиукраинской кампании в России. В ответ Украина высылает из страны российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну 30 апреля. Полностью отвергаем голословное обвинение о том, что объявленный персоной Нонграта украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимая с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. Мощную хакерскую атаку на украинские госорганы предупредила служба безопасности Украины. Ее планировали российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Киберспециалисты службы безопасности Украины установили, что российские кураторы завербовали хакера из Запорожья. Он должен был рассылать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионскими программным обеспечением. Вредоносная рассылка должна была поразить вирусом закрытой информационной системы. Во время обыска правоохранители изъяли электронные носители с зараженными файлами, а также переписку хакера и российских вербовщиков. Русскоязычная хакерская группировка Бабук совершила взлом серверов полиции Капитолия США. В руках у хакеров оказались 250 гигабайт информации полиции Капитолия. В частности, материалы по делу о штурме Капитолия 6 января. Они объявили о своей добыче самостоятельно. Полиция Вашингтона подтвердила факт утечки информации. С начала года хакерским атакам подверглись 26 американских государственных агентств. Ранее США заявили, что за атаками трех хакерских группировок стоит служба внешней разведки России. С попытками повлиять на выборы президента США связан недавний пакет санкций против России. Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей запустят в работу с января 2022 года. Для этого парламент должен принять законодательные инициативы. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский. По его словам, в начале мая проект стратегии направят на рассмотрение правительства. Стратегия экономического развития предусматривает привлечение инвестиций на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, программа поддержки бизнеса и социальные проекты. Она рассчитана до 2030 года. За этот период Украина планирует привлечь около 30 миллиардов гривен. Это связанные вещи с налогами доходов физических лиц. Считаем, что мы должны выйти с инициативой, когда часть этих поступлений остается на местах. Во-первых, это стимулирует легализацию заработной платы с одной стороны. С другой стороны, сами территориальные общины заинтересованы, чтобы к ним приходили инвесторы, поскольку это местный налог и львиная доля остается в пределах территориальной общины. Завтра в Украине начнут работу 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Сейчас проходит вакцинация украинцев в возрасте 65+. На прививку можно записаться через своего семейного врача или регистратуру поликлиники. За прошедшие сутки в стране привили от коронавируса 11 110 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу получили 539 124 украинца. Второй дозой прививили 9 человек. В 13 регионах Украины превышен эпидемический порог заболеваемости. Самая сложная ситуация в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 7915 случаев. При этом выздоровевших почти на 10 тысяч больше. Очередную вспышку заболеваемости прогнозируют после майских праздников. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что меры безопасности во время пасхальных служб обсудили с церковнослужителями. Мы договорились о возможности уменьшения продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества фиксации дверей церквей, чтобы они держали их в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов. Это целование крестов, икон и святынь. Также рекомендуем и нашли поддержку нашего духовенства в обрядах богослужения участие по возможности одного члена семьи. И желательно исключить возможность посещения службы пожилыми людьми и теми, кто имеет хроническое заболевание. Реформа рынка финансовых услуг, диджитализация судов и постановление от оппозиции о провале вакцинации. Сегодня в Верховной Раде Украины запланировано сразу три заседания. Два из них внеочередные. В парламенте работает наш корреспондент Юлия Крючкова. Она сегодня с нами на связи. Юлия, расскажи, какие еще вопросы на повестке дня и насколько может затянуться рабочий день народных депутатов. Андрей, пленарная работа Верховной Рады Украины до сих пор заблокирована поправками к законопроекту о земельной децентрализации. Поэтому депутаты вынуждены выносить срочные вопросы на внеочередные заседания. Первое из них начнется в 16.00 по Киеву. Его созвали оппозиционные фракции. В повестке дня этого заседания всего один вопрос. Постановление, которое касается действий власти по предотвращению распространения коронавируса в стране. В частности, оппозиция выступает с критикой реализации программы вакцинации. Однако, судя по тому, что мы обсуждали с представителями фракции «Слуга народа», скорее всего, это постановление не примут, так как не хватит голосов, так как нет поддержки от монобольшинства. Сразу после этого начнется второе внеочередное заседание. В нем на повестке дня 13. Вопросом в том числе они касаются экономики. Среди таких документов глобальный законопроект о рынке финансовых услуг и финансовых компаний. Давайте послушаем представителя профильного комитета, почему важно принять этот документ. Если мы говорим о том, что хотим почистить финансовый рынок от схематоза, уклонение от налогообложения, от мнимых операций, не имеющих целью именно финансовые операции, а какие-то грязные мотивы, мы с вами должны это сделать. Этот закон устанавливает основные принципы деятельности финансовых учреждений, принципы защиты прав потребителей, принципы защиты персональных данных. Также сегодня планируют рассмотреть целый ряд законопроектов, которые касаются судебной системы и правоохранительной деятельности. В частности, хотят увеличить расходы госбюджета на работу судов. Также депутаты планируют запустить работу единой судебно-информационно-телекоммуникационной системы. Предложенный документ предусматривает поэтапный запуск 15 элементов системы так называемого электронного суда. Кроме этого, рассмотрят усовершенствование законодательства о специальном досудебном расследовании. Депутаты говорят, что вполне вероятно, что из-за насыщенного графика сегодня придется работать до 8-9 вечера. А какие результаты голосований будут, мы вам расскажем уже в вечернем выпуске новостей. Андрей. Спасибо, Юлия. Это была Юлия Крючкова. Она рассказала о сегодняшних заседаниях Верховной Рады. Наружный персональный лифт из квартиры на улицу появился в многоэтажном доме Винницы. Его установила местная жительница, которая передвигается на коляске. Также в городе начали обустраивать место пандусов подъемники. Как в Виннице создают безбарьерное пространство для людей с инвалидностью, смотрите в нашем материале. При помощи этого лифта женщина с инвалидностью сразу с балкона второго этажа спускается на улицу. Дорожка вдоль полисадника выводит на тротуар. Там девушка-инвалид. Возможно, у кого-то были средства для того, чтобы профинансировать данную идею и чтобы не тревожить никого этими откидными пандусами. Женщина сама купила отдельный лифт, чтобы иметь возможность выезжать из квартиры. Ведь в ее подъезде не созданы условия для передвижения людей с инвалидностью. Общий лифт и выход на улицу разделяют высокие ступеньки. Чтобы установить себе индивидуальный лифт, необходимо собрать подписи о согласии жильцов дома и оборудовать его отдельным счетчиком электросети. Но сначала собрать необходимую техническую документацию. Основное требование – безопасность конструкции. Но чем выше, тем сложнее конструкция. Я считаю, что больше третьего этажа по наружным вообще нельзя. Город постепенно становится доступным для людей с инвалидностью, рассказывает венечанка Людмила. Она с детства передвигается на коляске. В Венецию переезжает больше молодых людей, которые передвигаются на колясках только потому, что венецкая инфраструктура позволяет человеку быть здесь самостоятельным и независимым. Это и поход в больницу. Я не знаю элементарно, где отдохнуть с друзьями. Так, счастье, в Венеции есть общественный транспорт, есть много мест, куда можно пойти. Сейчас в Веннице проживают около 700 человек с инвалидностью. Чтобы обеспечить безбарьерное пространство в городе, начали также устанавливать вот такие подъемники у подъездов жилых домов. Они заменяют пандусы. Пока что их всего два. Стоит в пределах 100 тысяч гривен. Учитывая меньший объем территории под подъемник, легче обустроить его. В этом году хотят установить еще восемь подъемников. Они обходятся в несколько раз дешевле пандусов и экономичнее. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Новости Украины. Больше новостей ищите на наших сайтах, а также на наших страницах в соцсетях. Это были все новости к этому часу. Информационный вечер уже продолжил с вами мой коллега. Я же с вами прощаюсь до завтра, до завтрашнего утра. Хорошего дня. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok